Серебро международного турнира – таков результат тренировок под руководством тренера по эстетической гимнастике Любови Никулиной. Ее воспитанницы в физкультурно-оздоровительном комплексе оттачивают четкость, единство, синхронность для достижения высоких результатов. В Казахстане состоялись международные соревнования по эстетической гимнастике «Алмати Кап», которые проходили в рамках взрослого и юношеского чемпионата мира. В чемпионате четырех континентов и международном турнире «Алмати Кап» в возрастной категории 8-10 лет Россию представляли три команды, в числе которых Никас, спортивная школа Олимпийского резерва, городского округа Щелково. Среди сильнейших команд нашим гимнасткам удалось завоевать серебро. Побороть волнение непросто, особенно когда участвуешь в больших соревнованиях впервые. Отбросив страх, наши юные земляки показали высокий уровень подготовки. Дети на соревнованиях были бойцами, потому что я сама выезжала на чемпионаты мира, и я знаю, что это такое, как это трудно выступать, бороться. Но дети прям показали себя с лучшей стороны. То есть перед выходом некоторые стояли чуть ли не со слезами на глазах, тряслись, но когда они выходили на ковер, этого было вообще не видно. Конечно, эмоции, улыбки, все настолько отренировано, что было все четко, слажено, как настоящая команда на ковре. Наверное, залог успеха – это ежедневные тренировки и отдача в полную силу. В первый соревновательный день девочки боролись за право выйти в финал. От каждой стороны могли пройти только две команды. Зажигательный номер со сложными элементами, яркий образы, грации, чистое исполнение покорили всех судей и зрителей. Блеск костюмов, динамика и синхронность. Программу для чемпионок поставила заслуженный тренер России Саня Глызина. Мы боялись, что мы не попадем в финал, но перед выходом мы взяли себя в руки и все-таки выступили хорошо и попали в финал. Эстетическая гимнастика – сложный вид спорта, требующий от спортсменок большого и упорного труда. Дети должны быть как одна гимнастка. Это разные темпераметры, разные физические возможности, но мы с детства их воспитываем, развиваем гибкость, выносливость, силу, чистоту, чтобы они на ковре смотрелись единым целым. Всего в турнире приняли участие 13 команд из разных стран. По результатам второго финального дня соревнований щелковские гимнастки заняли второе место, немного уступив команде из Вологды. Приложенные усилия, стремление к совершенству, непоколебимый дух и усердные тренировки позволили занять столь почетное место на мировой арене. Знали взрослые и дети Никас лучшие на свете.